всем привет сразу благодарю всех тех кто пишет комментарии под роликами вот этими вот про музыку про болтовню про ролики с болтовней про музыку потому что я читаю эти комментарии иногда вспоминаю пластинки которые не слышал тысячу лет хотя стоят они у меня на полке достаю и слушаю одновременно рассказываю про них рассказываю не про них рассказываю свои впечатления потому что про них я мало что честно говоря рассказываю смысла в этом я большого не вижу потому что информации такое количество любые пластинки можно найти что что я буду повторять я только свое мнение демонстрирую декларирую так вот ну и конечно благодарю тех кто оказывает материальную помощь данному каналу скорее не помощь а такую приятную материальную поддержку мне приятно и вам я думаю тоже приятно это вообще дело хорошее с любой точки зрения пластинок у меня много слышал я своей жизни достаточно хотя недостаточно все время хочется чего-то еще ну вот как то мы с дмитрием юрьевичем говорили про краудрок и в разговоре о краудроке всплыла группа тенджерин дрим которую я после долгих размышлений и слушания в этой музыке перестал относить так называемому краудроку и вообще как вы знаете к стилям отношусь очень иронично потому что стиле вот люди кстати говоря я немножко отвлекусь как люди пишут вот они играют металл они играют стресс а как вы относите а вы считаете что вот а я на это пишу что я вообще не разбираюсь где трэш где деск где думы и так далее так далее и человек не пишет а что же вы считаете что и барокко это тоже стиле не существует а я на это отвечу что не существует такой стиля барокко это слово просто которое для людей либо не понимающих ничего либо понимающих но достаточно утилитарно использую использующих свои знания либо просто чтобы ускорить процесс какое-то объяснение говорят а это барокко просто дело в том что музыканты которые играли музыку впоследствии название названную барокко они в мыслях не держали того что вот сейчас я сяду и буду играть барокко вот в те времена еще да это даже как-то странно представить себе что вот человек садится придать будем играть барокко в то время когда еще барокко никакого не существовало и слова барокко появилась после того как вся музыка барокко уже была сыграна и никак не называлась называлась просто музыкой а потом уже так сказать люди которые классифицировали это все исследовали с какими-то своими целями назвали это будет будет барокко это будет металл когда джудас прист начинали играть на гитарах я не знаю они что они думали как они себя называли они играли рок-н-ролл так как умели так как хотели так как им нравилось то же самое из black sabbath там с кем угодно из beatles там ладно бог с ним так вот тенджерин дрим на мой взгляд это никакой не кроват рок это гораздо шире история гораздо шире гораздо глубже гораздо объемнее это просто музыка как таковая музыка очень серьезная и достойная того чтобы они вообще молчать а не разговаривать почему да потому что потому что эта музыка открывает мне во всяком случае такие вещи мысль увозить в такие направления которые я иногда в которые я иногда так сказать забредаю более истечения обстоятельств например когда я стоял у горы под названием малый олимп а по-другому она называется тохталы в турции я на нее смотрел и думал вот интересно эта гора она может думать почему бы нет кто-то доказал что гора не может думать что камень не может думать что у него нет прошлого нет накопленной информации в нем и что он не распоряжается этой информации которая в нем копилась миллионы лет миллионы лет да что говорить о том думают горы или не думают если ни один человек на земле до сих пор не знает что такое электрический ток я я извиняюсь я конечно учился в школе физику до разность потенциалов до движения электронов это все это все замечательно это все слова такие же как барокко или хэви метал да а что а почему происходит вот это движение электронов с какой стати они вдруг даже разность потенциалов что это такое почему почему заряд такой что такое заряд с какой с чего вдруг появился этот заряд и откуда берется это невероятная энергия откуда он что это вообще такое за энергия так вот и горы разговаривают и думают и электроны живут своей собственной жизнью и что то что происходит с нами нам неведомо вообще Ничего мы не знаем ни про себя, ни про окружающий мир Ни про что вообще практически И вот об этом повествует пластинка группы Tangerine Dream Чандра, к сожалению, The Phantom Fairy, часть вторая К сожалению, первой части у меня нет Она у меня была, я ее купил, послушал Там был заводской брак, поэтому мне пришлось ее обменять И осталась у меня часть вторая только Записал эту штуку в 2014 году И в 2014 же году она вышла Это вторая часть, первая была в 2009 Записал ее Эдгар Фросс единолично Все сделал один, но тем не менее это называется Tangerine Dream И вот эта пластинка, она и повествует без слов об этом О том, что я только что сказал За основу здесь Эдгар Фросс взял историю Которую прочитал в рукописи, найденной им в 1977 году в Гренландии В военном лагере, научно-фантастическая как бы рукопись О том, как герой по имени Карлос встретился с существом неведомым Совершенно другой структуры И это существо, понятно, что вошло в его мысли И сказал ему, дорогой Карлос, вы здесь занимаетесь исследованием Какими-то у вас какие-то приборы, а ты же про себя-то ничего не знаешь Кто ты такой, что в тебе происходит, зачем ты живешь Что ты будешь делать завтра или через час, или через секунду А ваши приборы, они настолько ограничены И настолько узок спектр ваших исследований Что вы понятия не имеете, что происходит за этим спектром За спектром возможностей ваших приборов Всех, вообще всего человечества Ваших компьютеров, ваших телескопов, ваших микроскопов И всего прочего И ничего вы не знаете И вот Карлос встречается с этим существом Беседует с ним И открывает для себя новые какие-то вещи и формы жизни И вот эта пластинка Чандра, часть 2 Она и погружает нас, меня во всяком случае В новые Не скажу миры Потому что мы не знаем ни миров, ни мира И один мир, много миров На науке это неизвестно Как сказано в одном замечательном юмористическом фильме Эльдара Рязанова Если кто вспомнит, что это за фильм Напишите в комментариях Мне интересно, потому что молодежь не знает Отечественного кинематографа, к сожалению Который фантастически хорош Фантастически хорош Так вот Когда эту пластинку слушаешь Да, да, вот какой-то новый взгляд появляется Новый взгляд, появляются мысли Появляются Какие-то такие Возможности открываются в тебе А они вот здесь открываются Все возможности Все возможности из головы идут у нас Не от чего-то там другого Но, тем не менее Все сыграно Эдгаром Фрозом Звучат иногда аналоговые синтезаторы Но и не только аналоговые А и цифровые Вполне все современно На тот момент времени 14-й год И музыка Достаточно тревожная Но, с другой стороны Достаточно Светлая По крайней мере, в финале Две последних вещи Кентаврус и Моноцерус Моноцерас Моноцерус Там просто Просветление Видимо, герой Что-то понял И увидел мир Во всей ее красоте Во всей его красоте В той красоте Которую мы не видим Из-за ограниченности Собственной А здесь После разговора С этим неведомым чудовищем Он открылся И вот Сторона Четвертая Кентаврус И Моноцерас Моноцерус Там Градиозное просветление Играет Эдгар Фроз Моя любимая здесь вещь Это Каприкорнус Первая на второй стороне Пластинка двойная Первая на стороне Б Она прекрасна Там акустические гитары На которых играет Фроз Естественно Синтезатор Естественно Тенджерин Дрим Пульсация Все дела Рык Этого неведомого чудовища Но он не страшный А на фоне Мажорной музыки На двух аккордах Все держится Очень красиво И очень не страшно Хотя Рык Такой Прямо Как будто Какой-то гигантский Тиранозавр Динозавр Я не знаю кто Но все это не страшно И получается Что то Что нам кажется страшным На самом деле Очень даже добродушно И доброжелательно Очень здорово Прекрасная пластинка Жалко Что одна из последних При живом Фрозе Записанная Потому что Четырнадцатый год В пятнадцатом Он умер Но В девятнадцатом году Достаточно Количество пластинок Вышло уже После смерти Фроза Но Вот Квантум Гейт Пластинка Девятнадцатого года Двойная Уже без Эдгара Фроза Но Это чистый Тенджерин Дрим Прекрасный Альбом На мой взгляд Замечательный Играет здесь Торстен Квешинг Улерих Шнаус И Хашико Ямане На электрической скрипке Кое-что Играет И Фроз Здесь Потому что Здесь Использованы Наброски Которые были Записаны Еще Фрозом И Надо сказать Что Это память И фотография Фроза Здесь есть Кстати И в кредитах Он указан Как игрок На синтезаторе И композитор Один из композиторов Эта пластинка Является памятником И доказательством Тому Что музыканты Не умирают Это настоящий Тенджерин Дрим Несмотря на то Что Фроз Был лидером Вдохновителем Основателем И бессменным Единственным Участником Группы Тенджерин Дрим На протяжении Там 40 с лишним лет Да Вот его нет А музыка Тенджерин Дрим Живая Не из-за того Что записана Его партия А из-за того Что его дух Его понимание Его Вот это вот ядро Которое он Извините за выражение Отлил В виде Тенджерин Дрим Оно существует Живет И сочиняет музыку И вот эти трое музыкантов Они играют Абсолютно Абсолютно Продолжение Тенджерин Дрим Причем Очень хорошее Продолжение Пластинка Лучше многих Поздних Записей Этой группы И при этом Она другая И при этом Она свежая Другая Но никто не скажет Что это Ну вот как Дорс без Моррисона Да Это Дорс без Моррисона Это слышно сразу Разница очевидна Там Просто вот она Налицо Хорошие пластинки Записаны Дорс без Моррисона Две штуки У меня были Я слушал их Хорошая музыка Но это Это другое Как некоторые Говорят люди А это Тенджерин Дрим Без Эдгара Фроза Но Это очень классный Тенджерин Дрим Настоящий Сенсинг Элемент Первая вещь Такие подземные Толчки Подземные Какие-то такие Разговоры Из-под земли Идет А потом Начинается Фирменный звук Тенджерин Дрим Секвенсоры Арпеджиаторы Все это Вот Вот эти тембры Которые изобрел Эдгар Фроз Все это Узнаваемо Все это Просто вот Один в один Очень Здорово И прекрасная вещь Здесь конечно Неожиданная На третьей стороне It is time To live When everyone Is dancing И кажется Что эта вещь Танцевальная Даже где-то С хорошим битом С такой Пульсацией И кажется Что она Танцевальная Но она Не танцевальная Она Вот так вот Проникает Внутрь И не хочется Под нее танцевать Может быть Артисты Музыканты И стремились К этому Но не хочется Потому что Хочется ее слушать Хочется Слушиваться Понимать В продолжение Этой вещи Идет Но он Locality Destination Начинается Мрачно Страшно Таинственно Но появляется Бит Появляется Гитара Такая же Как у Фроза Как Фроз играл На электрической гитаре И все Становится на свои места Нормальный Тенджерин Дрим Абсолютно Современный Тенджерин Дрим Третьего Тысячелетия Причем Причем не Начало Третьего Тысячелетия А Вот Современный Просто Просто Вот то Что происходит За окном Все Настолько Здорово И Четвертая Сторона Напоминает Мне Чандру Потому что Просыпается Оптимизм Просыпается Мажорное Построение И Просто Какая-то Симфония Просто Симфоническая Музыка Исполненная С помощью Электрических Электронных Инструментов Вообще Пластинка Очень мелодичная Здесь очень много Мелодий Вместе с этими Самыми Саундскейпами Как водится У Тенджерин Дрим Очень много Мелодических Ходов Гармонии Очень интересно Меняется Очень Очень музыкально И очень Симфонично Все И Напоследок Я скажу Как сказано У классика Что никакой Фантазии Не существует Все что нам кажется Научной фантастикой Сказками И вымыслом Все это Либо когда-нибудь Когда-то Происходило Либо когда-нибудь Произойдет Либо происходит В данный момент О чем И повествует Музыка Тенджерин Дрим Обдумайте Это А я пошел Пить Пока